Вы когда-нибудь задумывались, сколько будет стоить, если каждый день вместо обычной воды пить минеральную? Или нет, лучше так. Что если каждый день принимать ванную из минеральной воды? Сколько это будет стоить? У меня есть ответ. 0 рублей. А что если я скажу, что совсем недалеко от вас, внутри России, есть невероятно красивое место? Приехав куда даже с небольшой суммой денег, вы сможете отдохнуть действительно по-царски. Вместо утреннего душа тут можно встречать рассвет, купаясь в водах Голубого озера, откуда открывается великолепный вид на заснеженный Эльбрус. В лучах уходящего солнца принимать ванную из минеральной воды и любоваться закатами. По днём гулять по уютным улочкам, рассматривая местные достопримечательности, вход которым везде бесплатный. В жаркие летние деньки вам не придётся тратиться даже на холодную минералку, ведь в этом городе минеральная вода льётся ручьями. Её можно пить вдоволь сколько угодно. И да, как вы уже поняли, это бесплатно. Тут есть чем заняться и есть на что посмотреть как внутри города, так и за его пределами. Куда, кстати, выезжать очень дёшево, даже если все поездки будут производиться на такси. А ещё, тут всё настолько сильно пропитано романтикой, что кажется, где бы вы ни оказались, это место создано для двоих. Я не случайно сказал, что поездка сюда обходится очень дёшево. Очень дёшево это значит, что на что-то да придётся потратиться. Например, на авиабилеты. Мне обошлись они в 1800 рублей. Это цена в обе стороны. А ещё деньги уйдут на аренду жилья. Под жильём я подразумеваю отель, хостел или квартиру. И на это вы тоже не потратите много денег. Но об этом поговорим чуть позже. В этом выпуске мы познакомимся с городом. Рассмотрим вариант как для туристической поездки, так и для переезда. Пообщаемся с девушкой, которая бросила Москву ради Пятигорска и переехала сюда жить. Ну и в конце концов выясним, почему Пятигорск называется Пятигорском. Ну вид, конечно, здесь открывается вообще просто божественный. Полёт из Москвы занимает около двух часов. Самолёт прибывает в аэропорт города Минеральные воды. Дальше отсюда можно взять такси до Пятигорска или выбрать более бюджетный вариант поездки. Например, можно сесть на маршрутку, которая довезёт вас либо до автовокзала, либо до ЖД вокзала. И уже оттуда доехать любым транспортом на выбор до Кисловодска, Пятигорска или Есентуков. Но так как этот выпуск посвящён Пятигорску, мы едем именно туда. Конечно, можно сэкономить и доехать до нужного места на попутке. Но мы не будем рассматривать этот вариант. Мы шиканём и потратим 22 рубля на маршрутку до ЖД вокзала. И уже оттуда доедем до Пятигорска всего за 75 рублей. Ну а теперь я расскажу о первом впечатлении при выходе из самолёта. Я вылетал из Москвы 17 октября и было достаточно прохладно, примерно плюс 6 градусов. Листья на деревьях пожелтели и много где осыпались. Зелени почти нигде не осталось. Выйдя из самолёта, я почувствовал, что из холодной осени я попал в тёплую весну. На улице плюс 21 градус тепла, а воздух как-то по-весеннему наполнен влажностью. И знаете, первая мысль, которая посетила мою голову, это то, что я как перелётная птица. Стало холодно, и я улетел на юг. Тем самым отсрочил наступление зимы. Которая, кстати, тут не холодная. В отличие от Центральной России. И, к слову, настоящие перелётные птицы, не глупые. И тоже выбирает Пятигорск для зимовки. Темнеет осенью, тут рано. В 17.00 город переходит в ночной режим. Так что пока я ехал в электричке, за эти 35 минут за окном стало совсем темно. С ЖД вокзала Пятигорска до вашего места проживания можно доехать на автобусе, трамвае или такси. Если заказывать такси через приложение, а не брать привокзальные машины, то оно обойдётся настолько дёшево, что вы даже удивитесь, как и я, когда впервые воспользовался им тут. Как вы знаете, я успел побывать в разных городах. И могу сказать с уверенностью, что тут самые низкие цены на такси в России, которые когда-либо мне встречались. Я снял небольшую квартиру-студию. Стоимость аренды, с учётом налогов приложения, 1400 рублей в сутки. Естественно, можно было взять жильё подешевле и даже в обход приложения. Но мне было привычнее арендовать жильё таким образом. И для меня одного этой небольшой комнатки со всеми удобствами было достаточно. Итак, пробежимся по ценам на посуточное жильё в Пятигорске. Хостелы от 450 рублей. Квартиры от 1000. Отели от 1200 рублей. Это цены через сервисы аренды жилья. Без них, конечно, будет дешевле. На рассвете я отправился изучать город. Новопятигорское озеро не очень популярно у туристов. И на это есть причины. Оно не считается достопримечательностью. И из-за этого о нём мало кто знает. Но среди местных жителей это популярный водоём. Летом вода быстро прогревается и в нём можно купаться. Кроме купания, люди берут в аренду водный транспорт для прогулок по воде и рыбалки. Но при желании рыбку можно половить из берега. Но на блесну это щука. Вода в нём прозрачно-синего цвета и всегда чистая. Потому что озеро создано руками человека. А наполняется оно и обновляет воду из реки. Отсюда открывается довольно живописный вид. Видите горы? Вот та заснеженная справа – это Эльбрус. Кажется, что находится она не так уж и далеко. Но на самом деле до неё по прямой около 100 километров. Водоём располагается около парка Победы, в котором живёт очень много белочек. Так что если пойдёте сюда, возьмите для них орешки. В летнее время в парке работают батуты и аттракционы. Есть палатки с разными вкусностями и холодными напитками. А осенью и зимой более актуальны горячие напитки. И прогуливаясь по парку, вы обязательно найдёте, где купить чашечку шоколада или кофе. Только что мы с вами видели заснеженные горы. Гору Эльбрус. Когда находились там. И я решил подойти поближе, повыше. Вернулся к озеру. И теперь он маленький-маленький. То есть он отдаляется. Это как вообще? Что за магия? Как вы понимаете, купаться осенью тут прохладно. Но в городе есть и другое озеро, где вода в любое время года горячая. Подземное озеро Провал. К которому, кстати говоря, можно подойти. К нему ведёт тоннель, в конце которого мы встречаем само озеро. И оно, в отличие от Новопятигорского, образовано само по себе. Только благодаря природе. Провал озера необычное. Вода в нём тёплая и ярко-голубого цвета. Да и вода, как вы понимаете, необычная не только своим цветом. Она минеральная. Пить такую воду я бы не стал, потому что она явно невкусная. Ведь в ней содержится большое количество сероводорода. Но вот искупаться в тёплой воде в прохладную погоду – очень даже интересная затея. Вы спросите, как же в нём искупаться, если тут стоит перегородка? Не ломать же забор? Нет, конечно. Есть легальный способ прикоснуться к воде. Дело в том, что рядом с входом в тоннель прячется секретное место, куда вытекают воды озера. И они очень тёплые. Как видите, льются ручьи не просто на землю, а в ванночки, которые, кстати говоря, тоже созданы природой. А секретное это место, потому что немногие о нём знают. Ведь вода тут не шла долгие годы. И только на днях озеро прорвало. И температура воды – около 37 градусов. Это именно озеро Провал, не за решёткой. Большинство туристов, посещавших Пятигорск, уже видели подобные ванночки с тёплой минеральной водой. Но в другом месте. Этот ряд ванночек называют бесстыжими ваннами. Как видите, их тут больше. И чем ближе к обрыву, тем вода прохладнее. Вода тут немного отличается от озера Провал. И, кстати говоря, в озере она горячее. Бесстыжие ванны находятся недалеко от горы Машук, а озеро Провал и вовсе в горе. Машук – это одна из визитных карточек города. Его главная точка притяжения. Ведь, по сути, все основные достопримечательности расположены недалеко от горы. А ещё с её вершины, которая достигает почти 994 метра, открывается потрясающий вид на город. Как подняться на саму вершину? Есть несколько способов. Самый сложный – это пройти путь пешком. Самый простой – проехать весь путь на такси, ведь дорога к вершине асфальтирована. Но есть более привлекательный вариант подъёма. Это канатная дорога. По мере подъёма к вершине из кабинки открываются отличные виды на город. А весь путь занимает всего 3 минуты. Я решил подняться вверх по канатке, а спуститься уже пешком. Ведь на спуске к городу есть ещё одно место, куда я хотел заглянуть. Как видите, отсюда открывается живописный вид на город и его окрестности. При этом тут красиво как днём, так и вечером. Кроме отличного панорамного вида, туристы тут любят ещё одно интересное место. Это ряд столбов с наименованием городов и указанием расстояния до них. Естественно, что на вершине прохладнее, чем внизу. Так что одевайтесь потеплее. А чем заняться на горе, кроме фотосессии, вы можете придумать и сами. Я считаю, что хорошей идеей будет прихватить с собой немного еды и плед. Тогда тут можно устроить пикник днём или романтический ужин вечером. Как я уже говорил, спускаясь с горы, можно встретить ещё одно интересное место. И вот оно. Эту арку называют воротами любви или воротами солнца. Мне кажется, что в вечернее время ей точно больше подходит название ворота любви. Тут открываются такие виды. Просто романтично. Особенно вечером. Сюда нужно приходить вечером. И ещё отсюда открывается не только вид на город, но и на гору Бештау. И, кстати, город Пятигорск назван в честь неё. Название Бештау происходит от тюркского языка, в котором Беш обозначает пять, а Тау – гора. То есть получается пять гор. Все туристы видели эту гору со стороны, но почти никто не добирался до её подножья и не забирался на её вершину. Ведь туда не ведёт асфальтированная дорога. Там нет канатки и почти нет достопримечательностей. Но посмотрите, как красива гора на закате. А что, если посмотреть на закат с горы? Так я и решил сделать. На следующий день, примерно в 14.00, я вызвал такси, которое отвезло меня к подножью Бештау. Я буквально оказался в поле и, честно говоря, не знал, куда дальше идти. Понятно, что мне нужно оказаться на вершине, но как туда попасть было для меня загадкой. Ведь вдоль горы есть несколько дорог и не совсем понятно, куда они ведут. Короче говоря, немного поблуждав, я выбрал для себя путь и просто стал идти всё время прямо. И ещё один минус такого дикого похода, когда ты идёшь совсем один, без человека, который хоть раз тут был, это то, что можно заблудиться и свернуть не на ту тропу, которая нужна. Развилок тут много, а табличек с указателями совсем нет. Одному, правда, гулять как-то грустновато, что ли. Места такие романтические, а ты один. А если потемнеет, то будет, наверное, страшновато. Я не знаю, какие тут животные водятся. Но мне повезло, потому что я встретил человека, который указал на нужную тропу, и я начал свой подъём к вершине горы. Конечно, это было непросто. Высота Биштау 1400 метров. И если по равнению это расстояние мы проходим с лёгкостью, то в гору подниматься тяжело, медленно и долго. В какой-то момент ноги совсем устают, а сердце колотится с такой силой, что его слышно даже чересчур. Ну, я дойду. Уже пар идёт. Тут, кстати, намного прохладнее. Но мысль о том, что нужно успеть подняться к закату, вела меня наверх, несмотря ни на что. Ради таких моментов и стоит жить. Ребят, это лучший закат в моей жизни. И поверьте, ни одна камера не передаст реальную картину этой великолепной, сказочной красоты. За 30 минут небо сменилось в красках несколько раз. Закат от золотистых цветов до розовых. Словно картина художника, природа менялась на глазах. А представьте, каково оказаться здесь со своей второй половинкой. Более романтического места просто и нельзя придумать. Но, конечно, из-за сильного прохладного ветра одеваться нужно потеплее и лучше брать с собой теплые перчатки. А если решите остановиться здесь палаткой, чтобы не только посмотреть на закат, но и встретить рассвет, то над утеплением жилища нужно будет подумать как следует. Но в целом, это хорошая идея. Пришло время для дегустации. В Пятигорске есть несколько мест, где можно бесплатно пить минеральную воду, сколько вам захочется. Лично мне встретилось два таких заведения. Первое у парка Цветник. Вкус воды везде разный. Это зависит от ее минерального состава. Но, безусловно, каждая по-своему полезна. Как будто бы мы как будто бы варили куклые яйца, а потом водичку получили. Вот это более-менее. Она хоть холодная. Не такая противная, без яиц. Наверху была вкуснее. Короче говоря, водичку можно попить и на первом этаже, и туда вот по лестнице подняться на втором. Но на втором вкуснее. Та, чтобы прохладно вкуснее, а не та, что со вкусом тухлого яйца. А вот еще одно место. Находится у подножья горы Машук. Все-таки до этого водичка была вкуснее. Кстати, тут рядом есть Некрополь, где когда-то был похоронен Лермонтов и основатели города. Но это не туристическое место, а скорее памятное и историческое. Потому как оно ближе горожанам. Да и было бы странно тут встретить туристов, делающих селфи напротив памятников. Хотя о чем я говорю? Это ведь не странно видеть туристов, фотографирующихся напротив места дуэли Лермонтова. На мой взгляд, это неправильно. К этому месту нужно принести цветы, осмотреться и молча его покинуть. Но это мое личное мнение. И довольно уже о грустном. В Пятигорске есть беседка Эолова-Арфа, от которой издается спокойная музыка. Видите? Даже кот прибалдел. Лучше приходить к ней вечером. Именно тогда отсюда открывается красивый панорамный вид на ночной Пятигорск. А у самой Арфы включается фиолетовая подсветка. И чем вечерее, чем позднее, тем лучше вид. Город выглядит круче, но зажигаются огни, естественно. И как бы Арфа тоже. И в сочетании с музыкой, исходящей от нее, создается особая атмосфера, вмешиваться в которую совсем не хочется. Пожалуй, это место невероятно подходит для медитаций и размышлений. А если вечером вернуться в парк Цветник, то вы обнаружите что-то место с надписью Пятигорск, у которого днем фотографировались туристы. Теперь выглядит совсем иначе. Ведь включились фонтаны и заиграла светомузыка. безусловно, в Пятигорске есть еще много мест, которые я не успел посетить. Но думаю, что даже та его часть, что попала в этот выпуск, смогла вас немного познакомить с городом и его красотами. Ну что, понравился вам Пятигорск? А что если сюда переехать? Дорого ли тут жить? Есть ли здесь привычные нам магазины, банки и все то, к чему мы так привыкли, живя в своем городе? Конечно, сетевые магазины и банки приехали сюда раньше вас, так что теперь дело за вами. Цены в магазинах примерно такие же, как и в Центральной России. Средняя зарплата со слов местных жителей 25 тысяч рублей. Стоимость проезда на трамвае 23 рубля. Такси, как я уже говорил, тоже дешевые. Сколько стоит аренда жилья на длительный срок? А давайте об этом спросим у местной жительницы, которая тоже сюда переехала и уже какое-то время успела пожить в Пятигорске. Наталья оставила Москву ради этого города. Ты бросила Москву и переехала в Пятигорск, правильно? Ну, как бросила? Периодически я туда возвращаюсь, может быть, на месяц, на два. Но так живу здесь, да. В Пятигорск влюбилась лет, наверное, 10-12 назад и приезжала сюда каждый год 3-5 раз за год. И каждый раз, когда я отсюда уезжала, это была прям драма. и я мечтала пожить здесь с апреля по октябрь, такой целый сезон, как раньше приезжали на воды. Но я обязана была ходить в офис. И я понимала тогда, что я, может быть, смогу так пожить здесь, когда я выйду на пенсию. но внезапно в прошлом году все изменилось. Из-за удаленки, да? Да. Ты здесь на квартире или отель? Да. Да какой отель? Я здесь снимаю квартиру. В прошлом году я жила вот здесь, вот, в Цветнике. Снимала дом 1894 года. Это было очень атмосферно. А в этом году я живу совсем как абориген. я живу в новом районе около рынка. Вот. Одна? Двухкомнатная? Она однокомнатная. Мне хватает. У меня большая лоджия, которая является моим рабочим кабинетом. И кухня, и спальня, собственно. Если ты снимаешь на длительный срок, то где-то 12-15 тысяч рублей в месяц. Плюс коммуналка. Коммуналка, она там от 2000 до 3500, наверное, где-то выходит. То есть это недорого совсем. На московскую зарплату отлично здесь жить. Мне лучше знаешь, что расскажи? Сколько тебе лет? Мне? Да, если... Мне 44. Вот. 44 года, да. Так. Смотри, ты с кадра попадаешь чуть-чуть. А, извините. Мне 44. Тебе 44, а почему? А что, почему? Чему ты так выглядишь? А, я вижу. Слушайте, дайте, венеральные воды, Пятигорск. Тут, конечно, народная здравница, друзья. Вот воздух чистый, вода чистая очень. Ты провал открыла недавно. Да, провал, опять-таки. Я каждый день бегаю, купаюсь в минеральных водах. Ну, и в целом, как-то тут жизнь спокойнее. Это не московская жизнь, понимаешь? Без нервов. Поэтому, наверное, главное все от нервов. Вот так вот. Почему Пятигорск, а не другое что-то? Ты не только в Пятигорске была? Ну, как-то я прикипела душой, не могу объяснить. Здесь какая-то особенная атмосфера. Ну, это курорт, во-первых. Именно в Пятигорске или вообще по ближайшим городам? Не, мне нравится Пятигорск. Не знаю, почему. Но здесь все исторические события, которые проходили, не проходили здесь. Вот если ты пройдешься, да, и персонажей из книг Лермонтова, и Пушкин здесь жил, и сам Лермонтов здесь жил, и, понимаешь, и вот это как-то, оно... А кроме истории? Ну, сама экология, что, воздух, понимаешь, там, минеральная вода, горячие источники. В Кисловодске нет горячих источников, к примеру. Так чего здесь не хватает сравнительно с Москвой? Сравнительно с Москвой. Вот когда ко мне очень часто стали приезжать подружки, они смотрят на мой инстаграм, и приезжают сюда. И каждый раз перед поездкой я начинаю задавать такие наивные вопросы. А смогу ли я заплатить здесь банковской картой? А есть ли здесь Яндекс.Такси? А что здесь с мобильной связью? Одна меня поразила, спросила, а смогу ли я вообще здесь нормальное вино купить? Возможно, они были в других местах России. Да, ну, да нет, они были только в Москве, скажем так, либо за границей, но там с закрытием и с короной они вот стали сюда ездить. Ничем здесь жизнь не отличается. Здесь все есть, все отлично. Ну, не хватает Кремля, не хватает, я не знаю, что. Тут даже у людей газ есть. Да, да, все тут есть, и наличными я не пользовалась уже года три здесь. Везде можно платить карты, здесь все очень комфортно и от Москвы ничем не отличается. Ну, отличаются только ценами. Вот сейчас я доехала за 48 рублей сюда на такси. Да? Да, а как бы я за 100. Да, тут что-то как-то далеко поселился, а в Москве там ее 500 бы заплатила. Ну, вот в этом отличие, и все. Макдональдс тут есть. Они соглашаются ехать за 48 рублей. Да, они ездят целый день никуда они. Да, вот тоже непонятно, как они ездят, но ездят. Вот. Так что вот так. Зимой тут снег есть? Ну, в прошлом году был снег, очень красиво было. Новый год Рождество со снегом? Да, А вот пару лет назад или в позапрошлом они вообще здесь снега не видели. Но я тут еще не зимовала. Я декабрь-февраль провела сначала в Абхазии, потом в Москве. А в этом году я тут подзависну, думаю. А летом? Сухота, жара? Ну, я люблю жару. Я люблю жару. Нет, она здесь другая, она более сухая. В Абхазии море. Важность. Да. Я люблю жару. Здесь 43, да. Но мне это нравится. Я люблю. Вот. Но так в целом тут круглый год сезон. Здесь и в октябре, и в ноябре хорошо. В марте все цветет. Вся гора покрывается синенькими такими цветочками, не знаю, как они называются. Травы еще нет, но этих цветочков синеньких очень много. И она просто вся синяя. На Альбруси не была? Была, но не своим ходом. Собираюсь. А жить там не хочется? Иногда хочется приехать и получить детокс цифровой от соцсетей. Да, там нет связи в некоторых местах. Хотя на самом, наверное, Альбруси есть. Тут тоже в некоторых местах нет связи. У меня вот есть, к сожалению, везде. Да, в горах там хорошо пожить. Ну, пару-тройку дней. Да, там есть места классные. На Бештау поднималась? Да, на Бештау поднималась неоднократно. В общем-то. А на Машук летом поднимаюсь каждый день. Это к вопросу об омоложении и прочем. Вместо тренажерного? прям 38 минут меня занимает подъем поперек. Потом я сбегаю вокруг горы. Если это утро, то я просто сбегаю до источника, это 3,5 километра. А если вечером, то я потом еще бегу вокруг. А это еще десяточка. Ну, я тоже поднимался недавно, правда, не своим ходом. Так что, да, здесь как-то жизнь более здоровая. Пятигорск уютный город, который окружает величественные горы. До красивых мест природы, гор и достопримечательностей не нужно далеко ехать или идти. Все находится рядом. Этот город больше популярен у старшего поколения, потому что в Советском Союзе это было излюбленное место для отдыха. Но люди моего возраста и младше, кажется, совсем не знают о Пятигорске и окружающих его курортных городах. Ведь первое, что пришло мне в голову, когда знакомые предложили сделать выпуск о Пятигорске, это команда КВН. Я и не думал, что это настолько интересное место, которое притягивает своей красотой и чем-то особенным. Не знаю, в чем тут дело, в минеральной воде или в горах, но все это в сочетании характеризуется одним словом Пятигорск. Если сесть на электричку и бесцельно ехать, разглядывая окрестности, то по пути вы встретите очень много красивых локаций. Например, это гора Змейка. Почему бы не выйти на станции и дойти до нее? И таких интересных мест очень много. И как вы поняли, я и сам не до всех успел добраться. Так что приезжайте в Пятигорск, возможно, тут мы с вами и встретимся. Друзья, спасибо за просмотр этого выпуска. Если он вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какой следующий город стоит посетить. И, кстати, если вы смотрели это видео не на Ютубе, то, пожалуйста, перейдите на канал и уже там оставьте комментарий, иначе я его не увижу. А вы не узнаете, куда я отправился в следующий раз. С вами был Виктор Сторг. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok